Отдыхать с комфортом и путешествовать – вот к чему должен стремиться человек, выйдя на заслуженный отдых. Приводя в пример жизнь пенсионеров из других стран, Валентин Тарасов отметил, что изменения в законодательстве помогут людям и накопить на старость, и воспользоваться уже совершенно другими выплатами. Мы в 70-е годы где-то четыре работающих было на одного неработающего. Я здесь имею в виду и детей, и пенсионеров, и других, которые по тем или иным причинам не работают. Сейчас мы по республике даже, давайте прикинем, третий час пенсионеров, чуть побольше. Значит, третья часть у нас дети, остается одна треть. Вы видите, даже получается и двух не получается работающих, но одного неработающего. Но вовведение, по словам Валентина Тарасова, просто необходимо. Дальше медлить нельзя. Сегодня или завтра, но этот шаг все равно придется сделать. Если и дальше откладывать, последствия могут быть не самыми лучшими. Действительно, и Владимир Владимирович Путин, когда говорил, да, мне ни один вариант не нравится, но мы можем дожить до того, что пенсионная система лопнет. Поэтому, видите, вот такой период отведен на обсуждение до сентября месяца, в сентябре. То есть здесь, конечно, поспешных шагов не должно быть. В Царской России пенсионная система попросту отсутствовала. Безусловно, демографическая ситуация в то время была совершенно другой. Если раньше в семьях было по 10-13 детей, то сегодня люди ограничиваются воспитанием двух или одного ребенка. Но не стоит забывать, что со временем и продолжительность жизни увеличивается. Сейчас в Мордовии она более 73 лет. Пенсионная система должна предусматривать уже непосредственно накопление с тем, чтобы люди готовились. Это здесь надо учитывать и здоровый образ жизни, безусловно. Это учитывать и в целом обстановку саму. Ну и, соответственно, вот сам возрастной фактор. Многие люди, уходя на заслуженный отдых, и сегодня продолжают работать и учиться новому, будь это общественная деятельность, либо производство. Только за последние три года с помощью одного из благотворительных фондов более трех тысяч пожилых людей республики повысили свою компьютерную, правовую и социальную грамотность. Окончательного вердикта по изменениям в законодательстве пока нет. Валентин Тарасов отмечает, все решения должны быть согласованы. Ирина Пятина, Денис Ноздрюхин. Народные новости.